А в Южно-Казахстанской области один за другим закрываются детские сады, построенные по программе Балапан. В Мактаральском районе могут прекратить работу 44 дошкольных учреждения. Главная причина – отсутствие финансирования. Воспитатели и педагоги, которые уже почти год не получают зарплаты, боятся пополнить ряды безработных. Воспитатели этого детского сада вот уже больше полугода не получают зарплату. Но, несмотря на это, каждое утро идут на работу с надеждой, что их проблемы все-таки решатся. Не знаю, на что содержать семью, кормить и одевать своих детей. Устали уже, постоянно кормят обещаниями. Семь-восемь месяцев не получаем ни копейки. Уже людям смотреть в глаза стыдно и родителям сказать нечего. Боимся остаться без работы. Руководство дошкольных учреждений ссылается на отсутствие финансирования. Говорят, что денег, которые платят родители, едва хватает на питание малышей. Чтобы открыть этот садик, нам пришлось взять кредит, конечно. Я как частный предприниматель, мы сначала кредит взяли 3 миллиона. Но на садик вот этот, израсходованное, еще больше. Почти 6 миллионов ушло на этот садик. Я каждый месяц должна платить кредит. Но этот кредит я не могу выплачивать. По словам предпринимателей, они построили здание и приобрели все необходимое оборудование на собственные средства. Все остальные расходы должно покрыть государство. Тем не менее, на сегодняшний день из положенных 526 миллионов тенге не поступило ни копейки. Итог неутешителен. Воспитатели увольняются, а детские сады закрываются. Вся задержка с деньгами происходит из-за Акима района. Он специально затягивает это дело. Из-за принципа. В последнее время в детские сады зачастили инспекторы по охране труда. Они штрафуют руководство за задержку заработной платы. Воспитатели несколько месяцев не получают заработную плату. Им обязаны выдать заработанные деньги. Представители местной власти заверяют, из республиканского бюджета никаких трансфертов не поступало. Точную дату я назвать не могу. Вопрос рассматривается. Написали письма и Акиму района, и Акиму области. Как только деньги поступят из республики, мы их сразу перечислим. К примеру, в прошлом году деньги поступили 5 декабря. Как бы там ни было, если ситуация не разрешится, около 500 педагогов могут остаться без работы. Чтобы не допустить этого, они обратились за помощью в прокуратуру.